Дзюдо, настольный теннис и многое другое. Оставайтесь с нами. Командный чемпионат России по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе завершился в Краснодарском крае. Наш регион на этих соревнованиях представляла сборная в составе девяти человек. Это спортсмены из Оренбурга и Бугуруслана. Найлучшего результата добилась мастер спорта из Бугуруслана Полина Троянова. В прыжках на двойном мини-трампе она завоевала серебряную медаль. Волейболисты Оренбургского нефтяника в рамках 18-го тура чемпионата России высшей лиги А сыграли в Калининграде с местным клубом «Динамо Янтарь». В первой встрече наша команда одержала чистую победу 3-0. Во втором матче нефтяники обыграли хозяев площадки со счетом 3-2. Благодаря триумфу в Калининграде оренбуржцы выбились в лидеры. Сегодня в активе нефтяника 77 очков и первое место в турнирной таблице. Со 2 по 7 апреля в Оренбурге пройдет четвертый международный турнир среди клубных команд молодежной хоккейной лиги «Кубок Евразии-2013». Помимо хозяев площадки «Белых тигров» в соревнованиях примут участие «Стальные лисы» из Магнитогорска, Тюменский легион, Челны, «Спутник юниор» из Нижнего Тагила и Платина Кишинев. Торжественное открытие соревнований 2 апреля в 18 часов в Ледовом дворце «Звездный». Полшага до финала. Оренбургский факел «Газпрома» провел ответный матч одной-второй лиги европейских чемпионов по настольному теннису. Соперник нашего клуба – французский «Понтуаз Сержи». Напомним, что первую встречу, которая прошла 8 марта в пригороде Парижа, оренбуржцы выиграли со счетом 3-0. Чем завершилось нынешнее противостояние, расскажет Максим Кузьмин. «Газовики» встретили с лидером французского чемпионата, двукратным полуфиналистом Кубка Европы – клубом «Понтуаз Сержи». Впервые турнирные пути соперников пересеклись в далеком 2005-м. Тогда наши спортсмены уступили французским теннисистам. В прошлом году, встречаясь в четвертьфинале Лиги Европейских чемпионов, факел «Газпрома» победил соперников в гостях и у себя дома. Открывают матч Дмитрий Овчаров и представитель команды гостей Джуан Джун Ванг. В первой партии побеждает французский игрок – 11-9. Затем Дмитрий резко сравнивает счет, набрав 11 очков против двух. В третьем сете Китайц вновь выходит вперед, но в четвертом Овчаров догоняет соперника, победив его 13-11. В решающей пятой партии Джуан Джун уверенно обыгрывает нашего теннисиста. Итог микроматча – 3-2 в пользу гостей. Следующим в столу выходит Алексей Смирнов и Питер Франц, бывший спортсмен национальной сборной Германии, играющий тренер клуба «Понтуаз Сержи». В первых двух сетах выигрывает Оримбуржец – 11-8 и 11-9. Третья партия остается за противником, но в четвертом сете Алексей дожимает Питера и побеждает микроматча – 3-1. В сопернике Владимиру Самсонову достается Маркас Фрайтос – португальский легионер «Понтуаз Сержи». В прошлом году в Оренбурге именно он принес два очка своей команде. В первом же сете португалец дает понять, что настроен на победу – 11-9 в его пользу. Владимир догоняет его во второй партии, проигрывает в третьей со счетом 5-11, выравнивает счет в четвертой. В напряженном пятом сете Маркас Фрайтос ставит точку – 11-9. Следом борьбы вновь вступают Дмитрий Овчаров и Питер Франц. Наш теннисист, несмотря на проигрыш в начале матча, мощно и уверенно побеждает во всех трех партиях. Но завершил встречу Алексей Смирнов, выиграв у китайца – 3-0. Потрясающий по своему накалу и красоте игре факел «Газпрома» со счетом 3-2 одерживает победу над одним из сильнейших клубов Старого Света. Наши спортсмены в очередной раз доказали, что достойны биться в финале Лиги Европейских чемпионов, а это значит, что Оренбург снова увидит матч высочайшего мирового уровня. Правда, победить противника на родной земле было совсем непросто. Французы изначально были намерены дать серьезный бой. Мы приехали и сказали, что люди готовы. Мы знали, что наша команда в принципе к матчу готова очень хорошо и что при любом исходе матча мы окажем достойное сопротивление. Что они и сделали. Только и наши игроки, несмотря на то, что соперник – опытный турнирный боец, были полны решимости и уверенности. Сильная команда. Единственная у них, в принципе, у них играет уже тренер играющий, да, Ветер Француз. Но он все равно играет хорошо, ему 43 года. Он становится, как бы, физические кондиции уже не те, конечно, что были раньше. Но все равно у него играет хорошо. В финале Лиги Европейских чемпионов «Факел Газпрому» сразится с еще одним французским клубом «Шартер». Матчи пройдут 14 апреля во Франции и 26 апреля в Оренбурге. Минувшая неделя запомнилась поклонникам настольного тенниса еще одним ярким событием. В спорткомплексе «Олимпийский» стартовало первенство России среди юношей и девушек 95-го года рождения и моложе. В Оренбурге начинающие мастера «Малой ракетки» встречаются не впервые. С торжественного открытия соревнований наш следующий сюжет. От Югры до Краснодара более 140 спортсменов приехали в Оренбург, чтобы выяснить, кто же из них достойен занять место на пьедестале первенства России. Принимать соревнования по настольному теннису столь высокого ранга нашему региону не впервой. Он успешно справляется с проведением матчей Лиги Европейских чемпионов. Уже несколько лет в Оренбурге проходит всероссийский турнир по настольному теннису памяти Виктора Черномырдина. Надо ли говорить, что игра эта в нашей области неслыханно популярна. Ее увлечены более 17 тысяч человек. Посему юниорское первенство России не случайно принимает имена Оренбург. Почему у нас? Потому что мы заслужили уровнем развития, в том числе и детского, настольного тенниса. И с учетом знаковых таких событий, о которых я говорил уже, что на протяжении десятилетий школа Сорочинская, одна из ведущих школ настольного тенниса России, это заслуга, которая как бы признана всеми. Сразу две сборных команды защищают честь нашего региона. На 95% это спортсмены Сорочинской школы настольного тенниса. Среди воспитанников местных из Дюшор немало победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Представители Оренбуржья нерабея выходят к столам против теннисистов постарше. Вы можете представить, что по 95-му году первая команда играет два человека Ивони Набусев в 99-й год и Березин Оренбург в 98-й. То есть у нас разница в возрасте громадная, а играется по 95-му. Четыре года разница практически. Поэтому мы уже попали в восьмерку и в принципе задачу свою выполнена, но будем продолжать бороться и биться дальше. В составе сборной Оренбуржья выступает воспитанник Сорочинской из Дюшор 16-летний Иван Копчак. Впервые ракетку в руки парень взял в раннем детстве. Занимаюсь со второго класса, но 7 лет уже, восьмой год пошел. Ну как, не знаю, просто как сказать. Много перепробовал, а в теннисе у меня как больше всего лучше получалось. Отлично у него получилось выступить и на Арктической Олимпиаде в Ванкувере в прошлом году. Там в составе сборной России Иван завоевал сразу три медали высшей пробы. В личном и командном зачетах, а также в парном разряде. Нынешние первенства России соревнования ответственные, ведь на кону путевка на первенство Европы. Соперные, конечно, серьезные, особенно со всей Россией. Ну, настрой тоже хороший. Готовились к этому чемпионату, ну, первенство России. Недели две, три. Так что настрой хороший. Мы сыграли в Самарской области. У нас, ну, как две команды от Оренбургской области. Мы во второй. Ну, в Самарской области нам немного не повезло, проиграли им 3-2. Ну, готовимся к следующим играм. Нервы порой сдают, и хладнокровие не помешает. До финальных поединков первенства России доберутся самые стойкие. А буквально через неделю в нашем регионе произойдет еще одно важное долгожданное событие – открытие Центра настольного тенниса. Что касается Федерации настольного тенниса России, то, естественно, мы часть подготовки переместим в Оренбургскую область, именно в Центр настольного тенниса. И у меня есть пожелание, чтобы тренеры, которые будут работать непосредственно на Оренбургскую область, чтобы побольше привлекалось детей для создания хорошей школы настольного тенниса, для, опять же, здоровья подрастающего поколения. Первенство России по настольному теннису среди юниоров завершится 31 марта. В этот день в Олимпийском пройдут финальные встречи в личном зачете и парном разряде. Богато событиями эта неделя была и для дзюдоистов. В Оренбурге отметили год со дня открытия Центра дзюдо. А в далекой Турции тем временем честь региона. На татаме Кубка Европы уверенно отстояла Анастасия Турчева. Она победно провела четыре поединка и завоевала золото в весовой категории до 44 килограммов. Кроме того, поклонники дзюдо встретились в спорткомплексе Оренбуржье на традиционном первенстве области среди юниоров и девушек. На турнире побывала и наша съемочная группа. Александр Белых борется с Егором Ворошиловым. Оба спортсмена – воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Газовик». Дзюдоисты решительно настроены на победу. Друзья поддерживают каждого из парней. Во время поединка они подбадривают и дают советы. По очкам побеждает Саша. 7-0 в его пользу. За плечами у 12-летнего спортсмена 6 лет упорных тренировок. Он уверен, что в спорте достигнет больших высот. У меня планы стать олимпийским призером и поехать на Олимпийские игры. И занять первое место на МИФ. И стать международным тренером России. Поддержать шестиклассника Александра пришла его мама. Она всерьез заинтересована в спортивной карьере своего сына. Во многом благодаря ей он начал заниматься дзюдо. Материнское сердце радуется не только первым успешным шагам на пути к чемпионскому титулу, но и изменениям в характере ребенка, которые во многом происходят благодаря спорту. Работаем каждый день, постоянную. Это затрат, конечно, затрат энергии очень большие, колоссальные. Но есть успехи, уже много успехов достаточно. И я вижу, что ребенок меняется. Но я знал более ценностремленный, более общительный. Он изменился, конечно. На главный областной турнир собрались дзюдоисты из всех основных спортивных центров, в которых развивается этот олимпийский вид спорта. Оренбурга, Орска, Бузулука, Ковундыка, Яснова. Более 100 юношей и девушек 97-98 годов рождения защищают сегодня честь своих городов и районов. Дзюдо – один из базовых видов спорта в нашем регионе. Им занимается более 4 тысяч человек. Это первый этап отбора на спорткиаду России учащихся, который пройдет летом 2013 года. Поэтому здесь для нас чем важно, что мы в каждом весе отбираем только одного человека. Если на обычное ПФО выезжают по 3-4 человека в каждом весе, то здесь только один. Здесь важен только один победитель. Поэтому здесь каждая схватка для спортсменов очень важна. Чтобы не отвыкать от соревновательной атмосферы, первенство посетила Анастасия Турчева, обладательница Кубка Европы. Юная дзюдоиска призналась, что поездка за границу оказалась наполнена самыми яркими красками, но победа далась ей непросто. Так было, конечно, тяжело, потому что все-таки Европа, Кубок Европы были, ну и Турция, все были полностью, Азербайджан, Казахстан. Ну было тяжело, конечно. Боролась четыре встречи, одну встречу из наших боролась, русская тоже, москвичка. Сейчас Настя настраивает себя на очередные крупные соревнования – Кубок Европы в Твере. Ну а победители областных состязаний готовятся к первенству Приволжского федерального округа, которое состоится в апреле в Новочебоксарске. В честь Оренбуржья будут представлять ровно 8 юношей и 8 девушек. Соревнования по борьбе самбо в зачет спорта Киады Динамо завершились в областном центре. Участие в состязаниях приняли все силовые структуры. Это 20 команд, около 120 борцов. Тему продолжит наш видеоматериал. Вид спорта, хоть и не олимпийский, но в нашем регионе весьма популярный. С борьбы самбо начинала участница двух олимпиад – орская дзюдейстка Юлия Кузина. Самбисты Оренбуржья уверенно выступают на различных соревнованиях. Взять хотя бы прошлый год. В 2012-м первенство Европы выиграла кувандычанка Кристина Бикбердина. А бузулукская спортсменка Елена Хакимова завоевала бронзу чемпионата мира по самбо. Традиционно эта борьба входит в программу спорта Киады Динамо, поскольку является обязательным элементом подготовки силовиков. Как помогает характер, сила воли, стремление вперед. На это рассчитываем. Александр Щербин, представляющий подразделение ОМОН, борьбой самбо занимается два года. Прежде серьезно увлекался рукопашным боем. На подобных соревнованиях Александр неоднократно входил в тройку сильнейших. В этот раз свой путь к финалу он тоже начинает уверенно. Не оставляет сопернику никаких шансов. В принципе, опытный соперник. Ну, немножко не дотянул. Удача, можно сказать, оказалась на моей стороне. Фортуна, конечно, играет свою роль, но не менее важны опыт и физическая форма. А еще моральный настрой. В общем, составляющих успеха масса. И в единую картину они сложатся далеко не у всех участников соревнований. Ну а те, кому этот пазл собрать все же удастся, будут представлять Оренбургскую область на всероссийской спартакиаде Динамо. В апреле в городе Кстово. Претендентов на роль счастливчиков, как всегда, немало. Это самбисты всех силовых структур региона. Всего 115 участников. Сильнейшие команды здесь. Сборная УВД области, сборная УВД города, МЧС, мастера спортов. 10 человек. Остальные кандидаты и спортсмены первого разряда. Лидерам всегда непросто. Желающих потеснить их на пьедестале, хоть отбавляй. Согласен с этим и неоднократный чемпион и призер соревнований Николай Тиссон, выступающий за команду аппарата УВД области. Сильный соперник. С каждым годом растет. Все больше и больше. Сложнее и сложнее становится выступать в мои соревнования. Нравится мне борьба. С детства я занимался вольной борьбой. Сейчас просто нет возможности вольной борьбы занимаюсь самбо. По итогам соревнований по борьбе самбо в зачет спартакиады «Динамо» победу празднуют представители ОМОНа. Серебро у спортсменов наркоконтроля. Ну а третье место делят пограничники и команда аппарата УВД области. На сегодня это все. Смотрите наши сюжеты и на сайте orininform.ru. До встречи ровно через неделю в программе «Оренбургский спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова